Вода мутная. Я воду три дня не могу пить. А где я ее буду брать? По соседям ходить просить? Я же не буду. Вот это все, у меня здесь все было, все залито. Жители старого города уже стали бояться дождей, снегов и ветра. Рассказывают, даже самый мелкий дождь превращает улицы в реки. Вода в колодцах заилилась и теперь непригодна для питья. Здесь тонут люди, машины экстренной помощи сюда не могут проехать. А таксисты не берут заказы в этом районе. Был случай, когда мне надо было срочно, ребенка у него сломал руку здесь, когда он играл. Мне надо было его отсюда вывезти. Ни одна скорая не приезжала, машина, ни одно такси не заезжала сюда. Пришлось мне на руках его поднимать наверх и садиться на машину, любую попутную. В любое время, ночи, дня, даже днем, ни одно такси, любое вызываешь, не приезжает. Все-таки центр города. Хочется нам тут жить, нам здесь нравится. Единственное, вот это наша дорога. Все. Возмущаются и водители. Из-за бездорожья приходится проявлять все свое мастерство и изворотливость, чтобы поездка не превратилась в затраты по ремонту автомобиля. Мы, если честно, не местные. Первый раз сюда сейчас вернули, но такого чуда я, конечно, еще не видела. Я просто не знаю, я куда-то приеду или я просто сейчас здесь брошу машину и не знаю, как обратно выбираться буду. Конечно, ужас. Надо что-то с этим делать. Сильные осадки приводят в негодность не только дороги, но и дома. Линьеха и Булаева уже 19 лет живет в доме, который уже не числится в городе. Его предоставили женщине на временное проживание. Квартирная очередь так и не сдвинулась. А жизнь в этом доме с каждым днем для Линьеха Нум превращается в попытку выжить. Начала готовить, и мне раз на плечо аж даже все обвалилось. И вот здесь аж все, вот этот песок, все, чуть не задохнулось. И это далеко не единичные случаи. Жители надеются, что власти обратят внимание на их проблемы. Ну а пока молятся о прекращении осадков. София Шукурова, Мухаммед Зикирьяев, Алишер Алимов, телеканал Миллет.